Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад вас приветствовать на канале, на котором мы развиваем инвесторское мышление. Многие знают, что для меня деньги не являются самоцелью. Самоцелью, в конечном счете, является, чтобы заниматься любимым делом, делать то, что хочется, не делать то, что не хочется. Это критерий для меня счастья. Деньги, финансовый капитал, это все равно является всего лишь базисом, фундаментом для того, чтобы в дальнейшем трансформироваться в интеллектуальный капитал, то есть это знания, опыт, навыки. С тем, чтобы в дальнейшем это трансформировать в человеческий капитал, чтобы эти знания были у конкретных людей, чтобы они раскрывали свои способности, таланты, занимаясь любимым делом, получая за это должную компенсацию и не парились по поводу того, что будет завтра. Именно поэтому, друзья, я пригласил сегодня Михаила, для этого диалога мы вынесли пять ключевых вопросов. Первое, что касается людей, как принимают решения люди бизнеса. Второе, как найти свое призвание, как зарабатывать много денег на своем призвании. Третий вопрос, в чем секрет заработка больших денег, как увеличить доход и пробить финансовый потолок. Четвертое, что мешает зарабатывать много, как справляться с психологическими барьерами, которые мешают стремлению к большим деньгам. И пятый блок вопросов, это как ежедневные привычки и дисциплина помогают достигать финансовых целей. Это будет в форме диалога, Михаил будет высказывать свои собственные концепции, я буду высказывать свои собственные концепции. Просто элементарные эти знания очень серьезно вас обогатят и продвинут в будущем. Поэтому смотрим до конца. Михаил, приветствую. Привет, Максим. Рад нашему разговору. Было бы классно начать с самых интересных таких сладких вопросов. Я думаю про третий вопрос. В чем секрет заработка больших денег? Мне кажется, что люди, которые нас смотрят, они, прежде всего, заинтересованы в двух вещах. Как заработать больше и как убедиться, что они станут финансово независимыми, свободными. То, о чем ты говоришь, счастливыми. Давай начнем с себя. Скажи, что ты об этом думаешь. Для обывателя деньги на самом деле являются ничем иным, как мерой стоимости. Мы их получаем взамен чего-то. Если мы поймем этот концепт, взамен чего мы получаем деньги, то тогда у нас будет в принципе понимание, в каком направлении мы должны мыслить и думать, для того, чтобы их стало больше. Я выделяю три основных способа, три основных источника, можно сказать. Первый доход – это доход заработной платы. Предметом трудового договора является время. То есть, когда человек работает на зарплату, единственное, что он продает, он продает свое время. Вторая форма дохода – это гонорар. Во-первых, ты сам являешься исполнителем, но ты даешь результат. Форма дохода – гонорар, да, у кого может быть, у адвокатов, у юристов, у нотариусов, у стоматологов. Бизнес, по сути, это тоже продажа готового результата. Но просто если гонорар, ты работаешь сам на себя, и только ты оказываешь эту услугу, или выполняешь эту работу, то в форме бизнеса здесь участвуют еще другие люди. То есть, ты продаешь готовый результат. И третья форма дохода – это инвестиции. Ты продаешь свои собственные деньги. Ты сначала свои деньги должен отдать, а твои деньги, они в любом случае изначально берутся или с работы, или с гонорара, или с бизнеса, как элемент гонорара. Ты продаешь свои собственные деньги, потому что предприниматель, который тоже занимается бизнесом, готов эти деньги купить, то есть заплатить за них процент какой-то определенный. Он может заплатить фиксированный процент, если это кредит. Он может отдать часть прибыли, если это долевое участие какое-то. То есть ты выступаешь инвестором. Если мы хотим получать больше денег, работая по найму, к какому работнику платят больше денег? Работнику, который производит больше потребительской ценности. То есть если человек продуктивный, производительный, создает больше ценности за единицу времени, его труд стоит дороже. Гонорар. За что ты получаешь больше гонорара? Здесь есть три основные характеристики. Быстро, дешево, качественно. Вы можете дать быстрый, качественный результат, но это будет стоить дорого. Второй вариант. Вы можете дать качественный результат за небольшие деньги, но это будет, ребят, не быстро тогда. А вариант из разряда дать быстрый, некачественный результат, но я вообще не рассматриваю, потому что это моя философия противоречит. В инвестициях, опять-таки, нужно развивать знания, ты можешь там условно вложить деньги в банковские депозиты, получать свою доходность на уровень инфляции чуть-чуть ниже, или же ты можешь разбираться, начать оценивать компании и получать более высокий доход, премию за риск. Вот что для меня такое деньги. И, соответственно, если мы каждый из этих элементов возьмем и посмотрим на них в более близком приближении, мы поймем, что большие деньги создаются тогда, когда ты создаешь больше ценностей за единицу времени. Я стараюсь это донести. Что ты думаешь по этому поводу? Я с тобой согласен, что мы должны разделить деньги или способ зарабатывания денег. Первое, когда деньги ты отдаешь кому-то, и деньги сами работают, и это то, что ты называешь инвестициями. И вторая часть, когда ты лично участвуешь в создании денег, обменивая что-то, что принадлежит тебе. Мы можем менять три вещи. Мы либо те люди, которые в состоянии поддержать процесс, мы либо те люди, которые в состоянии создать процесс, либо мы те люди, которые в состоянии дать сразу же результат через тот процесс, который нам доступен и является не столько интеллектуальной собственностью, сколько компетенцией. Как ты будешь зарабатывать, зависит от того, на каком уровне ты находишься. Ты находишься на уровне человека, который поддерживает процесс. Например, я управляю, я оператор на складе машины, которая двигает коробку из точки А в точку Б. Большинство процессов, которые существуют, требуют максимум двухлетней приобретения компетенции в чем-то. Следующий уровень это когда я могу создать какой-то процесс. Когда меня нанимают, чтобы я создал то, что раньше было недоступно. Я прихожу в компанию и меня просят создать отчетность на основании, например, IFRS или ГАП, какие-то международные стандарты ведения бухгалтерии и финансовой отчетности. И дальше я слежу, чтобы этот процесс работал. Третий уровень это то, что ты называешь уровнем гонорара. Когда я прихожу не процесс создать, а дать уже очень конкретный результат. Я пришел с больным зубом, я вышел без больного зуба. Это то, что делает стоматолог. Мы с тобой понимаем, что если ты хочешь зарабатывать или максимизировать себя, как человека, который предоставляет ценность для мира, в идеале ты должен дойти до уровня гонорара как можно быстрее, либо до уровня предоставления результата как можно быстрее. Как понять, кто заработает больше всех? И здесь есть три составляющие. Первое это, насколько я верю, что ты мне принесешь тот результат, который ты мне обещаешь принести. Второе, есть ли кто-то еще, кто может мне дать такой же результат, который я не знаю, как получить самостоятельно. Третье, насколько этот результат предсказуем. Что касается инвестиций, в инвестициях нам нужно понять одну вещь. Мы альфа-инвестор или бета-инвестор. Например, из миллиона компаний мы посмотрели все отчетности каждой и на основании какой-то компетенции мы выбрали и предсказываем, что одна из компаний даст нам самый лучший результат. Это так называемый поиск альфы. И у нас есть поиск беты, когда мы не имеем компетенции либо желания искать альфу, но мы верим, что в целом определенный рынок или сегмент будет подниматься. И большинство людей, и правильно делают, являются на самом деле поиском беты. Если ты не очень хорошо в принципе разбираешься в инвестициях, ты просто пойдешь и сделаешь депозит в банке. Если ты чуть больше разбираешься в инвестициях, ты пойдешь и купишь просто индекс, который просто в целом дает тебе результат всего рынка. Либо ты выберешь конкретную страну, которая растет очень быстро, я не знаю, 5-10% год к году, такую как Индия, где ты видишь различия наших теоретических рамок и что бы ты добавил? На мой взгляд, мы смотрим на одно и тот же предмет на самом деле, да, просто с позиции разных концепций, различного опыта. Вот если резюмировать именно эту историю, как получать больше денег? Я говорю, что получать больше денег тогда, когда у вас более высокая производительность труда. Это просто создавать больше ценностей за единицу времени. И к этому, соответственно, нужно идти. Результат твоей компетенции ты можешь развивать. Ты можешь давать результат уникальный. Окей, ты это делаешь. Но многие начинают строить бизнес для того, чтобы получить больше денег. И всегда это заканчивается плохо. Ну, практически всегда. Любой бизнес, который создавался и создается, и в будущем будет создаваться для того, чтобы зарабатывать деньги, он, в конце концов, прекратит свое существование. То есть, существуют абсолютно другие бизнесы, которые как раз-таки и говорят, ребят, а что мы такое делаем для того, чтобы изменить этот мир к лучшему? Когда Стив Джобс схантил директора по маркетингу в PepsiCo, он его добил одним единственным вопросом. Ты что хочешь? Ты хочешь до конца жизни производить воду с газом? Ты хочешь менять мир? Так вот, резюмируя, я хотел бы, чтобы сейчас ты начал. Как свое предназначение найти? Потому что можно зарабатывать большие деньги, можно быть высокооплачиваемым сотрудником, но ненавидеть свою работу. Во-первых, с тобой согласен по поводу того, что есть в создании бизнеса легионерский, миссионерский подход. И чаще всего те люди, которые просто хотят заработать денег, это люди, которые делают и создают бизнес как личную терапию. В принципе, большинство людей создают, даже миссионеры создают бизнес как личную терапию. И проблема людей, которые занимаются бизнесом как личной терапией, в том, что как только времена становятся сложными, а это гарантированно, их мотивация, будучи настолько поверхностной, ломается моментально. И они сразу же перепрыгивают на место, где якобы деньги заработать легче. Мы получаем огромное количество недопредпринимателей, им не хватает верной мотивации проходить через сложные времена. И здесь я во многом буду повторять идеи не то что близкого товарища, но достаточно близкого человека. Это Ризбит Гилберт, которая рассказывает про миф предназначений. Нам на каком-то этапе всем скормили идею, что у каждого из нас должно быть предназначение. В идеале мы должны родиться и к 20 годам уже набрать свои 10 тысяч часов в этом предназначении. То есть мы уже должны быть мировыми экспертами к 20 годам. Но не только мы должны чуть ли не с рождения знать свое предназначение, мы должны обязательно его монетизировать. Но этого недостаточно, ты должен еще повлиять на очень большое количество людей. Но и даже этого недостаточно, потому что после того, как ты умрешь, ты должен обязательно оставить наследие. И тогда мир поймет, что ты жил своим предназначением. В то время как твое предназначение может быть очень-очень простым и очень-очень базовым. Например, ты можешь купить аквариум, завести там рыбок, и благодаря тебе какое-то количество рыбок, потому что ты нехорошо заботишься, выживут и будут жить очень-очень долго. Вот это может быть все твое предназначение. Очень согласен с идеями и философией Ницше, который рассказывает о том, что люди это просто машины по созданию смысла. И твое предназначение это любой смысл, который ты создашь. И вместо того, чтобы думать о предназначении, я предлагаю людям немного подумать о вещах по-другому. Мы все рождены, абсолютно все без исключения, с сумасшедшей любознательностью. Мы рождены узнавать, познавать мир и продолжать двигаться в том направлении, которое нам интересно. Потому что на каком этапе нам начинают в голову впихивать предназначения и другие социальные установки, мы теряем свой этот огонь любознательности и интереса и начинаем двигаться по социальному алгоритму. Общество в нас вложило этот алгоритм и мы не можем его освободиться. И я предлагаю людям разделить деньги и интерес. Ты хочешь туда двигаться и ты не знаешь, почему ты это изучаешь. Это было в моем случае в жизни. Я не знаю, почему я с самого детства изучал психологию, психиатрию, терапию, коучинг. Мне было 12 лет и я не верил никогда, что на это можно зарабатывать деньги. Просто служишь своему внутреннему огню, своей внутренней мелодии души. Теперь, если у тебя произошло сближение, это начало тебе давать деньги, ну что ж, тебе повезло. Видно, твой интерес сошелся с идеей ценностей для общества. Но если этого не произошло, нет ничего в этом плохого. Ты можешь продолжать обменивать свое время, просто знать, как делать это компетентно. То есть, что ты более продуктивен, зарабатываешь больше. То есть, что ты как минимум сдвинулся из поддержания процесса на сознание процесса. И ты будешь хорошо оплачиваться, ты будешь иметь деньги, чтобы инвестировать, не знаю, как минимум в рынок акций. И одновременно у тебя будет параллельно идти сумасшедший интерес в жизни, которому ты себя посвящаешь. Ты как минимум не будешь жалеть, что ты просрал свою жизнь. Это одна часть. И вторая часть, я бы знаменил слово предназначение на посвящение. Это то, о чем, Максим, ты говоришь, когда ты описываешь свою миссию. Я хочу сделать своих детей финансово-независимыми. Судя по тому, что ты хочешь оставить им по миллиону, им будет достаточно, чтобы не делать то, что они не хотят, но недостаточно, чтобы не делать ничего. И обычно нам стоит посвятить себя одной из четырех вещей, либо группе вещей. Мы можем посвятить себя семье, мы можем посвятить себя обществу, мы можем посвятить себя философии и правде, и мы можем себя посвятить инновациям и науке. Но это не предназначение, это посвящение. Это очень сильно отличается друг от друга. Ну, прокомментировать по поводу, то есть, у меня не стоит задача, на самом деле, детям передать какой-то капитал, пусть они зарабатывают самостоятельно. Суть очень проста. К моменту совершеннолетия, возраста 20-23, чтобы был капитал, который позволит, а, дать лучшее мировое образование, которое ребенок посчитает нужным, и он захочет выбрать, чтобы получить. Второе, это некий гарантированный базовый доход, чтобы не было потребностей с момента получения этого образования. Тут же куда-то устраиваться на работу, то есть, чтобы ты мог постаджироваться, чтобы ты мог поездить, посмотреть мир. Второе, как мне кажется, да, то есть, я сейчас не пытаюсь судить, да, то есть, мы обмениваемся мнениями. Когда мы говорим про предназначение, у меня тоже собственной концепции нет, как и у тебя. Вот у меня тоже есть партнер, Тимур Гитгаров, благодаря которому у меня произошел переход с наемной работы в собственный бизнес, собственные смыслы, самодостигающаяся 4D цель, она называется. Механизм достаточно простой, который больше идет с восточного знания, а не с западного знания. Это некая такая западная философия достигаторства. Быстрее это идти из точки А в точку Б, в 20 лет ты уже точно должен понимать и 10 тысяч часов свои наработать. А на востоке это путь, который ты проходишь. И там концепция строится на том, что у человека есть 4 составляющие жизни. Это эмоциональная составляющая, ментальная составляющая, духовная и физическая. Эмоциональная составляющая, как ты это говоришь, где любознательность, какие эмоции тебе нравится испытывать, и от чего ты испытываешь классные эмоции. Кому-то нравится танцевать, у кого-то идеальный слух, у кого-то идеальный темп. Второе, есть ментальные способности. И ментальные способности по-другому таланты. То есть у любого ребенка, в принципе, этот талант он виден сразу. Духовная составляющая жизни это как раз про то, как я делаю этот мир лучше. Это не в плане, что я даю какие-то знания, таланты, испытываю эмоции, продавая. Я могу быть талантливым художником, я могу быть классным композитором, как Моцарт, да. И я могу там подарить этому миру шикарное произведение искусства. И здесь, соответственно, вопрос, как интегрируя свою эмоциональную составляющую и ментальную составляющую, что я могу дать этому миру, чтобы он обогатился, назовем это вот таким вот мягким словом. Физическая составляющая жизни это физическое здоровье и деньги. И получается, что западное общество, в западном обществе преимущественно физическая составляющая, она поставлена в углову угла. Где делаются самые большие деньги? Образование, здоровье, лекарства в том числе, секс. То есть исключительно посвящено физической составляющей. То есть человека посади на работу, делая ему большую зарплату, большой оклад, он забудет про себя, что ему нравится, что он хочет. И получается самое вот это вот время, когда еще есть вот этот вот интерес, когда ты вышел уже из ребенка и тебе нужно за самого себя отвечать, твой интерес гасится тем, что тебе кладут оклад. Ты не понимаешь, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Как мир от этого меняется? У тебя это не получается, ты постоянно себя преодолеваешь. Тебе этого не хочется, ты эти эмоции не хочешь испытывать. И вот эта вот история выйти на пенсию в 35 лет, история с дауншифтерами, да, то есть перейти на пониженную передачу, откуда она берется? Ты здоровый, ты красавчик, у тебя есть зарплата, ты в ипотеку купил дом, у тебя есть хорошая модная машина. Вопросов нет. Но ты пуст, тебе жить не хочется, у тебя скука. Потому что физическая составляющая поставлена в углову угла. И тогда ты садишься просто честно сам собой на протяжении, может быть, одного часа и говоришь, какие эмоции мне нравится испытывать, от чего я тащусь. Как интегрируя две эти вещи, да, я могу сделать этот мир лучше, как я могу повлиять, я могу его изменить. Потому что если у меня это получается, если мне это нравится, я в любом случае буду влиять на общество, на мир. Я в любом случае буду иметь такое количество энергии, да, что общество с удовольствием мне за это, за мой вклад, который я вношу, да, оно будет пытаться, ну, то есть, все энергия так устроена, да, что ты взамен что-то получишь. И деньги тебе все равно придут. Очень похоже то, о чем мы говорим. Например, то, что называешь духовной, да, категорией, это то, что называю посвящением, да, чему ты хочешь себя посвятить. Это должно быть что-то большее, чем ты, чем твое эго, да. Когда мы говорим про деньги, то для тебя это какой-то физический план. Когда мы говорим про интерес и поиск своей мелодии души, для тебя это эмоциональный план. И ментальный это талант, и в чем ты на самом деле хорош твоей компетенции. Вот только дал бы один комментарий. Общество нас заставляет эти четыре категории сделать одну. Обязательно то, как ты зарабатываешь деньги, должно тебе нравиться, соответствовать твоему ментальному гению, и в идеале, чтобы ты еще служил обществу. И я предлагаю снизить на людей эту нагрузку и сказать, что, друзья, на самом деле четыре не должно быть вместе, не обязательно. Повезло, если повезло, то повезло. Но если у вас два вместе, то это уже хорошо. Если, например, вы волонтер где-то, и это то, что служит вашему духовному поиску, это нормально. Вы не обязательно должны деньги зарабатывать своим волонтерством. Вы можете деньги зарабатывать, совместив свои ментальные способности с заработком денег. Ваша эмоциональная часть подпитывается вашим волонтерством. Тоже хочется к комментарии добавить, да, опять-таки различия западной и восточной философии, да. Ты воспринимаешь историю, что мы соединяем четыре элемента, физическую составляющую, ментальную, духовную и эмоциональную, и под физической составляющей мы опять понимаем деньги. Ну, назовем это так, достойная жизнь, да. И в данном случае, если пример с волонтерством приводить, да, то тебе все равно, даже работая в организации, организация тебе будет предоставлять билеты, то есть ты не будешь вынужден собственные деньги платить на то, чтобы куда-нибудь транспортироваться, да, то есть перемещаться. Это не факт, это зависит от того, как ты нашел волонтерство. Я просто конкретизирую, что физическая составляющая – это не обязательно деньги, потому что за деньгами, если все равно глубже копнуть, стоит еще что-то другое. То есть моя физическая составляющая – это уровень жизни, где я живу и какой уровень комфорта я при этом испытываю. Потому что на Западе ставится знак равенства между уровнем комфорта и доходом, который я получаю. А это, по сути, физическая составляющая. Потому что ты их конкретизировал, как мне показалось, да, я услышал некое такое «нужно достаточно двух», но при этом, опять-таки, что мешает сюда добавить физическую составляющую, опять-таки, в рамках того, что если ты классный, крутой волонтер, без разницы, да, помогаешь ли ты там каким-нибудь старикам или это какой-то более высокий уровень волонтерства или филантропии, ты в рамках выполнения этого функционала будешь иметь достойную жизнь. Если ты суперволонтер, который может донести проблему, которую ты решаешь на уровне своего волонтерства, большему количеству людей, то ты будешь в том числе ценен, да. То есть я вот про это говорю. Мне кажется, что это просто должна быть возможностью, но не обязательством. Вот это то, что я хочу, чтобы ребята услышали. Давай резюмируем эту тему. Да, мне тоже небольшую ремарку хочется вставить. У меня супруга изучает там одну концепцию. И в рамках этой концепции есть очень классная фраза. Деньги идут за легкостью и радостью, но легкость и радость не идут за деньгами. Мы убираем вот эту важность, что мы бы обязательно это должны сделать, но если я занимаюсь то, что мне нравится, то, что у меня получается, у меня есть талант, это мне дается легко, потому что у меня талант, и это мне дает радость, потому что мне это нравится. И получается, можно пережить тяжелые времена, можно быть классным, интересным. Не поверишь мне, я вчера у нас был там съезд, и после съезда команду, соответственно, зашли в ресторан. Мужчина, партье классический, какой огонек, ему все оставляют чаевые от 100 до 500 рублей. Вот казалось бы, что на этом уровне можно получать? Посадочная зона ресторана составляет, ну я не знаю, наверное, человек 70. 70 человек оставляют по 100 рублей. А там громадный бизнес-центр, да, в котором сидит несколько банков, которые там обедают. И человек, он просто, он любит болтать, делает это с юмором. У него есть легкость, у него есть радость. Ему это не за... Ну, и он просто имеет. Ты сказал фразу, с которой я на 100% согласен. О том, что деньги идут за легкостью и радостью, и при этом легкость и радость не идут за деньгами. Мне кажется, что это одна из, наверное, чуть ли не основных привычек, которые мне в жизни помогли заработать действительно хороший капитал. Когда ты внутри безмятежен, уровень твоих решений и твоих действий настолько качественно выше, чем когда ты в волнении, когда для тебя это прямо борьба и стресс. Избыточные потенциалы. Когда мы чего-то не хотим или даже хотим, по какому-то закону подлости получается именно то, чего не хотим. А чего очень сильно-прессильно хотим, того не получаем. 100%. Когда твое эго настолько сильно вовлечено в заработок денег и весь опыт заработка денег становится для тебя просто выживанием или каким-то стрессом, то уровень твоих решений настолько сильно падает, что это делает тебя не способным принимать качественные решения и не способным достигать никаких целей. Это первая привычка. Какую бы ты вторую привычку дал бы? Был у нас такой вопрос. Главная особенность успешных людей, как быстро принимать решения. Методология называется «легкость-тяжесть». Вчера это буквально было. Подходит ко мне девушка и говорит, я люблю, обожаю заниматься дизайном. Как вы думаете, стоит мне открыть бизнес? Я создам каталог, какие могут быть ремонты, артикулы и не задорого продавать. На что я и отвечаю? То, что я сейчас хочу ответить. Первое, почему мне нравится концепция, что сейчас для меня нет никаких гуру. Как мне кажется, нам навязана какая-то определенная история, какая-то концепция, что у меня есть истинное знание. У меня есть чаша священного Грааля. Я вас приведу к счастью. Следуйте за мной. Создаются различного рода секты и манипулируется достаточно большое количество людей. Концепция, которая нравится мне, что то, что хорошо для тебя, знаешь только ты. И только ты. 100%. И мы просто не имеем инструментария, как обращаться к своей безграничной сущности. А Максима сейчас вообще увидит в плоскости эзотерики. Но тем не менее, я говорю, для меня это очень важно в последнее время. И вопрос, как обращаться к своему гуру, к своему наставнику, который и так знает, что для тебя лучше всего на 100%. Через легкость, тяжесть. То есть, если тебе нужно принять какое-то решение, вот купить мне сейчас квартиру или не купить, непонятно. Я про Россию говорю, да? Ставки по ипотеке высокие, цены на недвижимость высокие. Ну вот мне сейчас идти на улучшение или не идти? Да, нет. И просто отлавливаешь свои внутренние ощущения. То есть, ты говоришь, окей, принимаю решение, что я иду в это. Вот мне тяжело или легко? То есть, нужны ли мне какие-то дополнительные аргументы? Нужно ли мнение какого-то человека? Нужно ли мне зайти, прочитать какую-то аналитику, которая подтвердит мое решение, что это правильное решение? Это тяжесть. Если у тебя улыбка на лице, ты не понимаешь, как идиот сидишь, это легкость. Почему я про это говорю? Потому что это работает абсолютно у всех. И если человек, любой слушатель, просто возьмет и вспомнит два своих события. То есть, первое событие, когда ты внутренне чувствовал, что что-то не так, внутри была какая-то тяжесть, у тебя было все аргументировано, все на мази, все посчитано, сделано, все согласовали, договор подписали, все замечательно. Но тяжесть какая-то, ну не хочется идти. И ты туда идешь, все равно какой-нибудь геморрой получишь. И наоборот, бывали ситуации, когда много неопределенности, неизвестности, непонятного, не придугад. Но тебя просто туда тянет, как будто бы несет чем-то, легкость, у тебя улыбка на лице. И это вот история обращения к подсознанию, легкость, тяжесть. Эйнштейн это монетку подбрасывал, по сути. Очень серьезно сокращает время принятия решения. Можно даже принять иррациональные решения, не обоснованные, для тебя будут предельно правильными и самыми лучшими. И это вот та привычка, та история, которую я использую. Раз. Два. Вообще связанная с финансами, история, которую я использую, что у нас очень много, мы в принципе растрачиваем деньги, и я говорю, что есть так называемые высокоранговые цели и низкоранговые цели. Низкоранговая цель распадается, разрушается, она вообще прекращает свое существование. Высокоранговая цель, она позволяет тебе получать еще больше денег. И чем быстрее распадается материальная цель, которую ты купил, тем низший ранг она имеет. Как вот это вот распознать? Ну вот смотри, я сходил в магазин, купил еды, то есть получается, я свое собственное время продал на то, что у меня в принципе распалось и улетело в унитаз через сутки. Или же я пошел, купил себе образование, то есть получил степень MBA. Это офигеть, как дорого. Но опять-таки, степень MBA позволила мне получить высокооплачиваемую работу, я регулярно получаю более высокие деньги. И самое интересное, вся финансовая индустрия это прекрасно понимает. Когда вы берете деньги на низкоранговые цели, это деньги самые дорогие. Потому что банк, который выдает деньги, знает, что если он вам дал кредитную карточку, а проконтролировать траты не может, вы пошли в ресторан, вы поехали в путешествие, то в этом случае с вас взять нечего. Но если вы купили автомобиль, у вас можно забрать автомобиль, и если вы не будете платить, то в этом случае риски у банков меньше. Если вы взяли ипотеку, квартира или недвижимость, она еще медленнее распадается. Да, она амортизируется, но лет 50. Так вот, мы становимся бедными, потому что низкоранговые цели, они очень маленькие, их очень много. Нам их периодически все пытаются продать, используя лучшие методологии рекламы, продаж, маркетинга. Но они распадаются. Получается, мы свою жизнь, свое время сливаем в низкоранговые распадающиеся цели. Да, айфон не распадется за год, но он распадется за 5 лет. Автомобиль сгниет за 10 лет современный. Это называется осознанная покупка, которую я сейчас применяю своих детей сам для себя, для супруги. Мне что-то хочется купить. Я задаю себе вопрос, как изменится моя жизнь через 5, 10, 20 лет, если я совершу эту покупку. Мало того, даже когда ты это совершаешь, то задавая такой вопрос, ты понимаешь, что ты даже, если тебе это просто хочется, в путешествии, ну, вроде бы как низкоранговые цели, вроде бы как бы распадется, да, но тогда ты понимаешь, что если ты в это путешествие ездишь, оно должно быть по высокому классу, ты действительно должен там классно отдохнуть, и каким дополнительным вкладом именно эта поездка будет для тебя на перспективу в 5, 10, 20 лет. Вот такая вот история прикольная, на мой взгляд. Мне это напомню, то, что ты говоришь, есть некая такая эвристика, которую я использую. Вот я сейчас на что-то трачу деньги, это топливо или развлечение. В конце месяца, когда ты смотришь, у тебя куда пошло 80% всех расходов на твое развлечение или не пошли как твое топливо. Деньги, которые я трачу, они мне помогают служить моему посвящению или они помогают мне служить моему эго? Я стараюсь минимизировать потоки, которые идут на мое эго. Моему эго не нужны деньги. Мое эго просто пытается справиться со своими прошлым, со своими травмами, со своими нуждами и так далее. Есть другие способы, как с этим справиться. Деньги ему для этого не нужны. В то время как моему посвящению нужны деньги. Чем больше я посвящаю себя, тем выше мое мастерство и чтобы толкать свое мастерство выше, 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 мне для этого зачастую нужны ресурсы, часть которых можно купить. На самом деле, я думаю, что у нас, у нас как минимум еще пару часов разговоров на эту тему и может быть как-нибудь мы сможем с тобой сделать часть 2. Мы можем попросить аудиторию оставить комментарии, требуется ли продолжение. Спасибо большое. Мне очень интересно. Очень много на самом деле пересечений, даже не просто пересечений, а взаимно проникновений. Ну, немножко другие термины получаются. Выводы одинаковые, просто используем разные слова для этих выводов. Купер. Максим, большое спасибо. Очень понравилось. До следующей встречи. Да, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok